Всем привет! От Аггулака Просвещенца ходили в простой поход на гору Мохнатку. Через метров 300 от остановки по пути на Кокжаляу свернули налево. Указателей там сейчас нет, какие-то варвары их сломали. Далее поднялись на понижение в гребне и взошли на гору Мохнатку высотой 2280 метров. Идем по правому берегу, казалось бы, безобидного ручейка, который называется Казачка. А он, между прочим, в селе опасный. Ни один бывший местный житель рассказывал, что на этом месте стоял его дом. И пока он был в городе, этот дом был снесен селем, который был в 99-м году. Ну, по крайней мере, было по меньшей мере опрометчиво строить домик здесь. Кругом развалины, но из трубы идет дымок. Собака лает. Кто-то здесь живет. Еще одни развалины. Разбирают на дрова, видимо, те, кто живут в этой хибарке. Смотрите, похоже на бомжей каких-то. Показалась Мохнатка. Сегодня мы на нее взберемся через пару часов. Погода отличная. Подъем на Кукжеляу. Там сегодня будет такая разбитая грязная тропа. Лучше идти на Мохнатку. Здесь тропа будет чистая, мерзлая, покрытая снегом кое-где. И малолюдно. Люди, да, здесь ходят, но намного меньше, чем на Кукжеляу. Очередной указатель на фоне Мохнатки. 2,8 километров до Мохнатки. Это указатель целый. Но смотрите, как он изготовлен. Крепящая скоба. И здесь не хватает стопорного болта. А это дает возможность вращать его куда хочешь. Сейчас правильное направление. А я видел, как он как-то был направлен вот сюда. Какие-то нехорошие люди. А ведь это чревато. Но в этом месте, по крайней мере, тем, что они не дойдут до Мохнатки. А в других местах это может привести к гибели. Не делайте так. А вообще, Леолатавский парк должен сделать правильные указатели. Гибели прочные и такие, чтобы их невозможно было развернуть в другом направлении. Как в одном советском фильме. По-моему, Спорт Лото 82, да. Справа, по ходу движения, территория бывшего, теперь уже приватизированного, санатория просвещенец. Хорошо там, я смотрю. Площадка, футбольная или корт. Кто здесь отдыхает или живет, неизвестно. Это склоны, мохнатки. Сосновый лес. Красота. Здесь очень живописная дорога. Идти не тяжело. Кругом лес. Это старая заброшенная грунтовая дорога. Еще немножко и будет поворот налево. Дошли до поворота. Очередной разрушенный указатель, естественно. Говорит о том, что осталось 1,4 камы до вершины мохнатки. В этом месте, недалеко от поворота, стояло небольшое, такое совершенно разрушенное строение. Кунг. Где-то год назад, один российский блогер, ютуб-блогер, пришел сюда и начал приводить эту постройку в порядок. Убрался здесь. Застеклил окна. Поставил печку. Все это, естественно, за свой счет. Но прознали про это в Илья-Латаловском национальном парке. Нельзя. Пришли, все демонтировали, разгромили здесь все снова. Печку и стекла забрали. Зато особняки, двух-трехэтажные дворцы, это все можно. Это все можно. Просто абсурд. Самый настоящий. Поднялись от поворота. И от этого леска начнется самый-самый крутой подъем. Вот до того перевальчика. Понижение в гребне. Подъем здесь очень крутой. Можно идти в лоб. Но можно и немножко идти по серпантинам. Здесь они натоптаны. Хорошо. Нарезаю петли. Расстояние чуть-чуть увеличится. Зато можно будет какие-то участки идти. Не сильно напрягаясь. И даже немножко отдыхая. Гребень уже не так далеко. Подъем очень крутой. Очень. За 2 часа 10 минут поднялись на седловину. Внизу видна плотина. Отсюда ни в коем случае не надо спускаться. А то вы выйдете на осыпи, на скалы. Если хотите спуститься в сторону плотины, в сторону Малоалматинского ущелья, уходите немного вправо и потом спускайтесь вниз. Там уже достаточно безопасно. Хотя и круто. мы идем налево. Тут уже совсем чуть-чуть до вершины. И подъем не такой крутой. Уже почти поднялись на Мохнатку. Внизу виден перевал, скамеечка. И видна тропа, которая уходит в сторону спуска. За 2,5 часа поднялись на вершину горы Мохнатка. Вот. Вид в сторону города. Довольно-таки чистый сегодня. Пока с утра. Кукжайляу видно слева. Панорама с мохнатки. Слышно, как машины гудят по дороге на Чимбулак. Надеюсь, все это электромобили. Хороший вид отсюда. Кумбель. Пикник на горе Мохнатка. По-моему, не совсем заслужили. Так быстро дошли. Короткий маршрут. Или заслужили. Ну, заслужили. Подъем, да, крутой. Бутеры на домашнем цельнозерновом хлебе. Ржаной хлеб. Японский хлеб. Сыр. Семга. Гриль. Индейка. Огурцы. Бананы. Что-то я их много сегодня взял. Яблоки. Мандаринки. Чай с халвой. Ну, многовато, конечно. Всем приятного аппетита. Подкармливаем местных представителей фауны сыром. Не только бог посылает вороне кусочек сыра. Ну, и Ирочка. О, что тепла. Сорока, ты опоздала. Сейчас дадим ему. Пошла преследовать. Итак, в общении с местными воронами и сороками, также, любуясь окружающими видами, провели на макушке горы около полутора часов. Здесь стоят скамеечки. Очень удобно отдыхать. Спускались по пути подъема. Закончился наш небольшой походик. Едем в город. Общее пройденное расстояние около 7 километров. Набор высоты около 800 метров. Совсем несложный. Ну, крутой. Всем пока. До новых встреч в горах. Редактор субтитров Корректор Субтитров Корректор Субтитров